Пятый канал представляет Здравствуйте, мне подскажете улице Строитель, 27? Подскажу, если скажешь, как тебя зовут? Юля Ух ты, мое любимое имя А я Илья Приезжий, что ли? Угу А вот улица Строителей, 27 На работу устраиваешься? Тебе в какой офис? Я точно не знаю Спасибо, что подсказали Юль, помогу А ты что вечером делаешь? Хочешь, я покажу тебе наш прекрасный город? В ресторане посидим У меня как раз вечерок свободен Ну, в принципе, можно Хотя вы вон женаты Ну чё, бывает жизнью огорчение Но в душе я совершенно свободен Ну что, диктуй телефончик А ты без тормозов Прикольный, ну записывай Илюх, ну ты скоро, а? Пап, привет! Папа? Привет, Юлька А ты что здесь делаешь? Тебе приехала Меня мама к тебе отправила Сказала, ты уже взрослая И теперь папа тебе будет помогать Вот я и тут Ну да, я бы не был своей дочерью Ну, пойдем, рассказывай Как дела? Как чего? Как сама? Ну, собственно, коллеги Илья и Григорий были владельцами Частного охранного предприятия Имевший экономическое образование Илья занимался работой с клиентами Его давний друг Григорий Как военный в отставке Взял на себя все обязанности По организации сотрудников Фух Юлька приехала Так не кстати Я смотрю, ты не очень рад Да ну нет Рад, конечно Просто Юльке было три года Когда мы с женой разбежались Воспитывал ее Викин хахаль Наш Ну, сначала она от меня ее прятала Думала, я ее украду Потом я перестал интересоваться Что с ней делать? Я даже не представляю себя Ты мне это раньше не рассказывал Ну, а чем тут хвалиться-то? Да своди ее на концерт Какой-нибудь Пообщайся, узнай, чего ей нужно Она же у тебя работать хочет Да не парься ты, Васильевич Она у тебя красивая Замуж выскочит Вон моя старшая дочь В 19 лет мужа нашла Ну, а может и так Может действительно найдет там себе кого-нибудь Настоящий мужик Что-то я ему уже не завидую Илюх, мне сейчас навстречу нужно Люди серьезные Отменить никак нельзя Ты бы не мог Юльку ко мне домой забросить Ты без проблем Пошли Крутая у вас тачка Дорогая, наверное И не дешевая Если надо куда-нибудь съездить Обращайся, не стесняйся Давай лучше я Юлька, извини, что утром так получилось Да все в порядке Мне даже приятно было Раз не получилось с рестораном Может на чай зайдете? Покажете, что к чему Вы же бывали у папы? Давненько меня на чай не звали А вы хорошо папы знаете? Ну как сказать Почти все праздники вместе отмечаем Пожалуйста Мне очень понравилась Юля Особенно льстила, что она проявляла интерес ко мне От глупости останавливал Васильич С таким человеком шутить опасно Военный капитан в отставке А Юля получается Капитанская дочка Мы пили чай И мне не хотелось уходить А какая у нее была фигурка Домой вернулся В мыслях об этой девчонке А, привет Привет Это гостиная В ней находятся диван и кресло Кость, как дела? Хорошо, не мешай Я снимаю квартиру На английском сказали Снять описание своего дома Это все общение? Ну пап, у меня же уроки Ладно, беги Привет, дорогой Проголодался? Очень Ну иди сюда Что-то случилось? Случилось Я тут подумал, что ты захочешь поцеловать своего мужа Вернувшегося с работы Неужели так соскучился? Утром же только виделись Очень соскучился У меня тут созрели кое-какие планы на вечер Как насчет того, чтобы Костя отправился спать чуть пораньше? Я не против Илюш Илюш, держи себя в руках У Костика подвижный эксперимент Он может вернуться Нет, мне интересно, что тебя так завело, а? Не что, а кто? Ага Честно говоря, я думал, этим все закончится Жена в постели, Юля в голове Поначалу даже успокоился Даже потрунивал над собой Дескать, сидя на бороду, без фребро Но оказалось, это только начало Через пару дней после чаепития Юля неожиданно появилась в офисе Васильич был в отъезде А я, как обычно, занимался бумажной рутиной и звонками Юль, привет А ты к папе, а он только что уехал Я знаю, мы с ним виделись на крыльце Ты что делаешь? Я? Ничего особенного Иди ко мне Юль, наверное, не надо этого Почему? Только не ври, что я тебе не нравлюсь Я же вижу, как ты на меня смотришь Ну ты же не хочешь меня обидеть Иди ко мне, плохой мальчик Не хочу Но у меня семья вообще-то Понятно Я все это время только о тебе думала Как стыдно Юль Илья познакомился на улице с Юлией Мечтая о небольшой интрижке, он попросил у нее телефон Однако вскоре выяснилось, что Юлия – дочь давнего друга Ильи и его партнера по бизнесу Илья постарался забыть о своих мечтах в отношении девушки Но неожиданно Юля сама пришла к Илье в кабинет и соблазнила мужчину Это было так неожиданно После секса Юля быстро оделась и ушла Соблазнила и сбежала Никогда не думал, насколько это может возбуждать Я ждал новые встречи, но Юля не торопилась Она словно дразнила меня Приходила к отцу, но делала вид, что мы едва знакомы Проходила мимо, старалась не оставаться наедине Но однажды возле лифта я ее подловил В тесной кабинке нам было вдвоем нескучно С того дня места выбирала Юля В кинотеатре, в машине Ей нравился экстремальный секс Значит, периметр весь проверяем И я прошу очень-очень везде внимательно Все, давай, потом договорим Но я тебя вообще потерял Ты где пропал-то? На обеде в кафе заезжал Надоело в сухомятку питаться Понятно, понятно А трубучего не берешь, я тебе уже раз сто позвонил Да? Да Звук забыл включить Звук забыл Все с тобой ясно А вот помадой тебя тоже кафе пометили? Ой, это Людмила, наверное Хожу как дурак целый день Никто, кроме тебя, не сказал С утра-то этого не было У меня глаз наметан И ты с военной разведкой даже и не спой Да не три, не три, сейчас хуже сделаешь Не могу же я так ходить Не можешь Ну сейчас ребятам скажу, чтобы они съездили Купили там другую рубашку А эту выбрось, чтобы жена не заметила Пойдем Когда Васильич так легко меня вывел на чистую воду Я немного растерялся Плохой из меня вышел конспиратор Но это не охладило моего пыла Юля больше не пряталась от меня Мы встречались каждый день Я совсем потерял голову Жил встречами с ней Это было сумасшествие Ты так спешишь, словно убегаешь от меня Даже обидно Васильич опять будет ворчать Я и так стал по два с половиной часа обедать Просто у кого-то очень хороший аппетит Просто у кого-то очень аппетитные булочки Папа на меня тоже ругается Говорит, работу плохо ищу Домой отправят, если не найду Да ищи Ты же секретарша хотела устроиться Не хочу Придется спать с каким-то толстым дяденькой Ну вот еще Да, теперь я твоя Ты расстроишься, если я уеду? Конечно Да чуть не забыл Это тебе Держи Ого Это настоящие брюлики? Ну, может, не стекляшки Теперь я тебя точно никуда не отпущу Я стала замечать изменения в поведении мужа После вспышки такой неожиданной страсти Его стали угнетать наши интимные отношения Я даже растерялась Я не могла понять, в чем причина во мне или в самом Илье Мне было неловко требовать от мужа исполнения супружеских обязанностей В общем, я стала подозревать его в изменении И, как оказалось, не зря Васильич, я тебе сто раз объяснял Хочешь потерять клиентов? Валяй, повышай расценки Илюха, ну неужели ты не хочешь больше зарабатывать, а? Ну что же у тебя за стратегия такая странная? Ей-богу Всем привет О, привет Юлька, привет Слушай, мы тут пошумим еще немножко, а? Может, подождешь, пока мы закончим? Ну, сходи, прогуляйся куда-нибудь У меня важная новость Я беременна Вот сейчас я чего-то не понял Вот отец моего ребенка Скажи мне, что это неправда Это свинья Папа, мы поженимся, он меня не бросит Юля, выйди Нет Я его люблю, а ты его убьешь Выйди, я сказал Как ты Как ты мог мне такую свинью подложить, а? Васильич, я понимаю, тебя как отцу услышать такое Закрой хлебало Ты либо женишься на Юльке Либо сдохнешь Васильич, я женат У меня сын Один день, один вечер есть у тебя Чтобы поговорить с Людмилой Если нет, я сам ей все скажу У меня единственная дочь И я не дам тебе испоганить ей жизнь Понял? Все! Пошел он отсюда Я знал, что с Васильичем лучше не спорить Я думаю, только присутствие Юлии спасло меня Хотя, спасло ли? Я не сразу поехал домой Мотался по городу Думал, как быть Я не хотел ничего менять Абсолютно У меня не было желания разводиться с женой Терять сына В квартиру вошел с мыслью, что Людмила не должна ничего узнать Как ты мог? Люд, я тебе все объяснил Ты же не приближайся ко мне Скотина Остынь Отпусти Что? Кидаться на меня вздумай Я тебя сейчас с шестого этажа отпущу Ты же мне дал день Я передумал Ты специально, да? Чтоб у меня выхода не было Чтоб Людка меня сама из квартиры вышвырнула Ты этого хотел? Да что ты ноешь? Что ты скулишь? Как баба Ты бы никогда не признался сам Кишка у тебя тонка Собирай вещи Никуда я не поеду Еще как поедешь Ты будешь жить у меня До самой свадьбы Я должен поговорить с Людой Да ничего ты ей уже не должен Все, что ей надо, она узнала от меня В общем так Я тебя жду в машине Пожалуйста, без сюрпризов Я сейчас очень злой Я ушел из дома Было очень больно думать о том, как страдает Люда Я не знаю, что она сказала обо мне сыну Наверняка, что я их предал С другой стороны, я нес ответственность из-за беременности Юли Васильич привез меня к себе в квартиру Он следил за каждым моим шагом За каждым телефонным звонком Я реально почувствовал себя пленником Нужно подумать Кого на свадьбу приглашать будем А я не хочу свадьбу Пусть будет обычная регистрация в ЗАГСе Да нет Свадьба будет И венчание будет Я не хочу этих ваших фиктивных штучек-дрючек Пусть все видят, как ты замуж выходишь Зачем? Потому что я не хочу краснеть за свою беременную дочь Пускай все видят, кто отец твоего ребенка Отгуляем, отгремим Ты чего молчишь? Мне для начала развестись нужно Ради бога, это ты разведешься Думаешь, что тебя Людмила держает, что ли, будет? Пап Что пап? Не папкой Кстати, это здесь Мы можем вот в поддавки играть А в жизни надо быть более прямолинейным Бац-бац и победа Кстати, Илья, готовься Поедешь знакомиться с тещей Заодно и пригласишь ее на свадьбу И венчание Чего ее звать? Она все равно не приедет Мама с тобой видеться не хочет Это ее дело Хочет она, не хочет Наше дело пригласить Ну, чего сидишь? Твой ход Илья познакомился с Юлией, надеясь на легкую интрижку Девушка оказалась дочерью делового партнера Ильи Юлия соблазнила женатого Илью Вскоре она явилась в офис к своему отцу И рассказала, что беременна Отец Юлии сообщил об этом жене Ильи Потребовал, чтобы Илья женился на его беременной дочери И перевез партнера в свою квартиру Однажды Илья позвонил мне и сказал, что хочет встретиться Я когда его голос услышала, у меня горло перехватило и слезы побежали Какой же мразью нужно быть, чтобы бросить жену и потом от нее еще что-то требовать Я не хотела его видеть Я так ему и сказала Илья, постой, пожалуйста Что еще тебе от меня надо? Как ты мог так поступить, а? У меня за неделю полголовы посидело, мне краситься Пришлось, чтоб ребенка не напугать О, сволочь ты, Платонов Никогда тебя не прощу Выслушай меня, пожалуйста Если ты думаешь, что я тебе развод не дам, ты глубоко ошибаешься Если квартира нужна, забирай, мы с Костиком уедем к маме жить Только не трогай меня больше Не давай мне развод Ты что, ты издеваешься надо мной? Я не хочу жениться на Юле Ну, не люблю я ее, понимаешь А Васильевич говорит, что прибьет, если откажусь Ну, правильно сделай Ну, пожалуйста, дай мне хотя бы месяц, я что-нибудь придумаю Ну, что ты как неродная? Знаешь что, родной Разбирайся со своими проблемами сам А от меня отстань После той встречи с Ильей у меня началась бессонница Таблетки, горстями, головные боли Иногда мне хотелось позвонить ему, сказать, возвращайся Возвращайся и давай начнем все сначала Но когда брала мобильник в руки, у меня куда-то вся моя решимость исчезала Я думала, какого черта, ведь это же он изменил мне В этой ситуации мне было больше всего жалко сына Костик все время спрашивал, куда пропал папа Когда вернется Я не знала, что говорить ребенку Я не понимаю, ты меня уже не хочешь? Или у тебя какие-то проблемы с этим? Да, проблемы Почему я раньше их не замечала? Или ты принимал какие-то таблетки? Да при чем здесь таблетки? Просто я не могу ничем заниматься, когда за стенкой спит твой отец Что в этом такого? Мы уже почти женаты Боже Допустим, тебя это не смущает А то, что я на полжизни старше тебя Тоже все в порядке? Конечно Ты слишком напряжен, тебе надо расслабиться Расслабиться Юль, между нами пропасть И с каждым годом она будет расти Почему? Да потому что, когда я не смогу заниматься сексом с тобой Ты будешь заниматься с другими Пока не поздно Сделай аборт Ты еще найдешь себе нормального мужчину Я тебя люблю А ты? Знаешь, я была так рада, когда узнала, что у нас будет ребенок Я не хотел тебя обидеть Я хотел как лучше Пожалуйста, не бросай нас с малышом Или я с крыши прыгну Я смогу Не сходи с ума А ты не делай мне больно Ты правда меня так сильно любишь? Ну что, Илюх Повезло тебе Не пришлось к теще ехать Сама прикатила Знакомьтесь, родственнички Здрасте Здрасте А вы ничего? Симпатичный? Как вас? Илья Вы присаживайтесь Чаю? Можно и чаю Меня Вика зовут Я... Юлька, ты не знаешь, что я приехала? Хотела сюрприз ей устроить Ну и на взятие будущего посмотреть Вот и прикатила Без предупреждения А что предупреждать-то? Может подумать, ты мне встречать кинулся Ладно, ближе к делу Илья, про свадьбу Да, приезжайте на свадьбу И про венчание И на венчание Дату, правда, еще не назначили? Ой, да ладно, приеду Ой, вы такой молодец Такой порядочный мужчина Ведь не каждый беременную-то возьмет Да еще чужой ребенок Постойте Какой чужой ребенок? Ну так, Юлька, она же беременна и с дома уехала Она со своим парнем поругалась Он ребенка не хотел Все заставлял ее сделать аборт Ну так они и разбежались? Так, Илья, нам с тобой воздухом подышать надо Вы куда? Черт Ну что, понятно, почему меня так Юлька полюбила? Пристроиться решила А я уши развесил Это все Вика виновата Вырастила стервозину Свое подобие Так, не переживай, Юлька Больше ты Юльку не увидишь И свою жену тоже Спасибо тебе, Григорий Васильевич Ты говори, да не заговаривайся Что, разве не ты с моей дочкой в постели кувыркался? Так что заткнись, пока прощаю Да подавись ты своим прощением Куда пошел? К жене Алло Юлька Быстро в офис Илья снова появился с радостным известием Что любовница беременна не от него Будто это отменяет факт измены Я так разозлилась Я даже на порог его не пустила Покрутился на лестничной площадке и ушел А что ему оставалось делать? Не дверь же ломать А ночью я отключила мобильную Он просто завалил меня сообщениями Я ни на одно не ответила Это тебе Спасибо Очень красивый букет Я даже не припомню, когда ты мне дарила последний раз такое Это еще не все Не все? Зачем же ты еще хочешь растрогать свою рогатую жену? Цветы уже были Что остались? Домашние и пушистые животные? Животных нет, к сожалению Есть стихотворение Ну, потряси меня Я в ночь гляжу И вижу, нет прощения Я предал вас И лучше мне не жить Брожу вокруг Вокруг брожу И Какое чудовищное стихотворение Мое Я заметила Извини, не на работу Ну, прости меня Нет Что, я ударила? Сломала? Платонов, пусти Не подумаю Илье удалось помириться с женой С Григорием дальнейшего бизнеса не получилось Компаньоны так и не смогли помириться В итоге Илья ушел из фирмы И начал искать себя в другой сфере бизнеса Юля осталась по отца И вскоре родила сына Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова